Господи Божий мой, на Тяуповах, спаси мя от всех гонящих мя, избави мя. Христос воскресе! Дорогие братья и сестры! Сегодня, в среду, в день перенесения мощей Святителя и Чудотворца Николая, за богослужением читаются два евангельских зачала. В память Святителя, отрывок из Евангелия от Луки, глава 6, стихи с 17 по 23, и рядовое чтение от Иоанна, глава 6, стихи с 35 по 39. Послушаем это евангельское зачало в прочтении Отца Александра. Речи Господь, ко пришедшим к нему Иудеум, Аз есм хлеб животный, гряды ко мне не имать взалкатися, И веруя в мя не имать взжаждатися никогда же. Но рех вам, яко и видисти мя, и не веруете, Все ежедаст мне, Отец, ко мне приидет, И грядущего ко мне не из жену вон. Яко снедох с небесе, не дотворю волю мою, Но волю пославшего мя Отца. Сеже и с воля пославшего мя Отца, Да все ежедаст ми, не погублю от него, Но воскрешу я в последний день. Предлагаю прочитать этот текст в русском синодальном переводе. Сказал Господь, пришедшим к нему Иудеям, Я есм хлеб жизни, приходящий ко мне не будет толкать, И верующий в меня не будет жаждать никогда. Но я сказал вам, что вы и видели меня, и не веруете. Все, что дает мне Отец, ко мне придет, И приходящего ко мне не изгоню вон, Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, Но волю пославшего меня Отца. Воля же пославшего меня Отца есть та, Чтобы из того, что он мне дал, ничего не погубить, Но все то воскресить в последний день. Сказав о том, что манна питала одних только иудеев, А хлеб Божий даст жизнь всему миру, Господь прямо указывает на самого себя, Как на истинный хлеб жизни. Я есм хлеб жизни, приходящий ко мне не будет толкать, И верующий в меня не будет жаждать никогда. Совершенно очевидно, что речь идет о духовной жизни, То есть о новых отношениях с Богом, Основанных на доверии, любви и послушании. И эти отношения стали возможными через Иисуса Христа. Другими словами, без Спасителя невозможна жизнь в полном смысле этого слова. И потому Господь назван хлебом жизни. Жажда и голод человеческого существования утоляются, Когда люди узнают Христа и через Него Бога. Манна в пустыне только сохраняла и поддерживала жизнь. Она была предназначена только для Израиля. Но Христос пришел для жизни всего мира. Он хлеб, сошедший с небес. Эти слова указывают на богочеловеческую природу Христа, На божественное происхождение всякого истинного блага, Которое мы приемлем через Него. «Настоящий хлеб, сходящий с небес, таков, Что тот, кто будет его есть, не умрет, но обретет жизнь вечную. Но Я сказал вам, что вы и видели Меня, и не веруете». В этих словах Господь выражает сожаление о том, Что иудеи не верят Ему, Хотя и видели накануне, как Он совершил чудо, Насыщение более пяти тысяч человек. Александр Павлович Лопухин замечает. «Сами же вы, как бы говорит им Христос, Полагаете свою веру в Меня, В зависимости от того, Буду ли я совершать перед вами чудеса. Но чудо или чудное знамение Вам дано было вчера. Если бы у вас были глаза, То вы могли бы видеть то, Что вам хотелось видеть, То есть признать в совершенном мною чуде Знамение Моего божественного посланничества, Но вы не захотели видеть». Вера во Христа – это не случайное дело. Это дар Божий, подаваемый от Отца, А потому Спаситель говорит, «Все, что дает мне Отец, ко мне придет». Святитель Иоанн Златоуст поясняет, Что этими словами Господь желает сказать следующее, «Веровать в Меня – дело немаловажное, И для того нужны не умствования человеческие, Но откровения свыше, И душа с благодарностью принимающие откровения». Но здесь особенно важно отметить, Что эти слова не указывают на существование Абсолютного божественного предопределения, А говорят лишь о приуготовляющей Или предваряющей благодати Божией, Которая действует на сердце человека, Не уничтожая его свободного произволения. Желая раскрыть намерение Небесного Отца Привести каждого человека ко спасению, Христос добавляет, «И приходящего ко Мне не изгоню вон, Ибо Я сошел с небес не для того, Чтобы творить волю Мою, Но волю пославшего Меня Отца». То есть Спаситель никого не хочет лишить Возможности войти в Царство Божие, Ибо Он пришел исполнять волю Божию. Воля эта заключается в том, Чтобы Христос воскресил в последний день Всех данных Ему, То есть ввел их в радость вечной жизни. Блаженный Феофилак отмечает, «Говорит это, чтобы узнали, Что не принимающий Его противен Богу, Как противящийся воле Отца. Так как они Его называли противником Богу, То Он обвинение сие обращает на них И говорит, хотя не явно, Не принимая того, Кто следует воле Отца, Вы делаетесь противниками Богу». Несмотря на то, что большинство иудеев Не верует в Него, Спаситель замечает, Что это не помешает осуществлению Воли Небесного Отца. Воля же пославшего Меня Отца Есть та, Чтобы из того, Что Он мне дал, Ничего не погубить, Но все то воскресить В последний день. Таким образом, Все ищущие спасение через Господа И приходящие к Нему Станут наследниками Основанного им Царства Мессии. Все они будут воскрешены им В последний день И сподобятся вечной жизни. Ефимий Зигабен пишет, «Конечно, Он воскресит тогда всех И тех, которые спасутся, И тех, которые погибнут, Как верующих, Так и неверующих. Но воскресением здесь Называется воскресение для блаженства, А не для наказания». Этими словами показывает, Что общая воля Отца и Сына та, Чтобы все спаслись. «Для этого Тот послал, А этот пришел, Тот дает верующих, А этот, приняв, спасает». Строки сегодняшнего Евангельского чтения, дорогие братья и сестры, Говорят нам о том, Что встреча и соединение с Господом Преображают наше существование В полноценную жизнь И утоляют духовные голод и жажду. Ведь именно соединяясь с Господом Через общение духа, Общение ума, сердца, жизни, Мы получаем возможность Стать причастниками Божественной природы И наследовать вечную жизнь. Помогай нам в этом, Воскресший Господь! Господи Боже мой, На Тяуповах Спаси мя от всех Гонящих мя Избави мя Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok